Общественная организация Женский фонд развития поздравила женщин с наступающим международным женским днем. Представители фонда отмечают, что 8 марта это не только день, когда женщины должны получать подарки и цветы, но и вспоминать историческую борьбу за свои гражданские и политические права. Сегодня женщины играют активную роль в жизни общества, работают в общественной и политической сферах в бизнесе. Организация Женский фонд развития делает все возможное, чтобы отстоять права женщин и реализует проекты для их поддержки. В рамках работы организации функционирует кризисный центр, где женщинам оказывают психологическую и юридическую помощь, а также работает горячая линия, куда они могут обратиться по любому вопросу. Кроме того, Женский фонд развития представил проект для женщин, где они прошли тренинги по написанию проекта, а также получили знания для реагирования на домашнее насилие. Координатор Центра Женского фонда развития Моника Торва рассказала о новом проекте, который осуществляется в восточной части Абхазии. 8 марта – это самый важный праздник в году для повышения осведомленности в сфере равноправия, в сфере прав женщин, в сфере усиления женщин. И каждый год данный праздник имеет свое направление, свою тематику. И в этом году это инновации и цифровые технологии для того, чтобы повысить, представленность женщин в сфере IT-технологий. Были проведены тренинги по финансовой грамотности и по написанию проектов для того, чтобы они могли использовать микрогранты, которые им предоставлялись в рамках проекта. Значит, проект продолжается, он идет сейчас, и на протяжении проектов участниц учили как написание проектов, то есть бизнес, планирование бизнеса, так и финансовая грамотность, как расписать свой бюджет, как это все перенаправить на разные сферы деятельности внутри команды, внутри вот этих групп. Проект будет длиться до августа. По каким вопросам часто всего возобращаются по признакам? Что конкретно имеется в виду? Самые разные вопросы. Это, конечно же, направленность прямая в сфере защиты прав женщин. Обращаются и с проблемами документации. Есть такое, но уже меньше. Обращаются, конечно же, женщины, которые подвергались разному роду насилию. Каким образом вы поддерживали, например, в семье есть такое насилие психологическое, физическое? Каким образом вы способствовали помощи в этом? Есть какой-то шелтер у вас? Шелтера, к сожалению, нет. И в кризисном центре женщина на сегодняшний день остаться не может. Опять же, есть социальная помощь, то есть это сопроводить куда-то или проконсультировать о каких-то сервисах. И есть помощь психологам. И к последнему желаем женщинам, чтобы они развивались и верили в свои силы. Наша съемочная группа встретилась также с двумя бенефициарами, которые рассказали о создании групп взаимопомощи в своем селе. По проекту «Село Кадеда» мы решили развивать сельское хозяйство в расшивании микрозелени. Таким образом мы решили привлечь внимание женщин, малоимущих семей, которые будут работать у нас. И они будут обеспечивать свои семьи, поддерживать. Важно в этой самовременной жизни мы развивались, работали. Я хочу, чтобы те женщины, которые имели мечт отработать, в данный момент они могут ничем заниматься. Поэтому я хочу поддерживать, помочь развиваться, пойти впереди, и чтобы они могли поддержать своих семей. Я с этим фондом уже сотрудничаю очень давно. Мы очень много проектов совместно сделали. То есть они помогают не только экономически, но и у нас есть курсы развития тоже, психологическая помощь к этим женщинам. В рамках данного проекта создано 12 групп взаимопомощи в 12 селах Абхазии, от Чемчирского, от Куачальского и Гальского районов. Все эти 12 групп взаимопомощи будут реализовать мини-бизнес-идеи в своих селах. Что касается отборочного этапа, то так как у нас 12 групп взаимопомощи, они могут подавать минимум одну, максимум две идеи. А затем у нас создана комиссия, которая будет выбирать из этих идей 12. Таким образом, мы можем поддержать только 12 мини-бизнес-проектов на сегодняшний день. Но надеемся, что в дальнейшем мы сможем увеличивать количество сел и, соответственно, увеличивать количество бизнес-проектов, которые мы сможем поддержать. В рамках таких проектов женщины получают навыки в сфере бизнес-планирования и финансовой грамотности. И после их завершения могут свободно реализовывать бизнес-идеи и социальные проекты уже без поддержки извне.